Здарова, бро! С тобой Гар. Многие меня просили сделать это видео и вот оно на канале. Сегодня я расскажу тебе о том, как правильно настроить Battlefield 2042, чтобы нагибать на геймпаде. А перед этим ставь лайк, подписывайся на канал и пиши комментарии. Ни для кого не секрет, что для многих геймеров играть на геймпаде это проблема, особенно в шутеры, тем более мультиплеерные по типу Battlefield 2042. Но тем не менее, благодаря кое-каким манипуляциям в настройке, можно уверенно себя чувствовать даже при игре с ПК-боярами на включенной кросс-платформе. Опять же, если ты все-таки умеешь играть. Однако в этом видео я не научу вас играть на геймпаде, но хотя бы упрощу вам жизнь. Ведь все настройки, которые я вам покажу далее, непосредственно влияют на ваш геймплей. Подходят для PlayStation, Xbox, ну и ПК, если вам это действительно нужно. Перейдем к настройкам. ФОВ 70-90, в зависимости от телека или монитора. У меня 32-я диагональ и стоит 70. Если, например, телек 55-й диагонали, то уже 90. Это позволит лучше ориентироваться на поле боя, так как ты просто будешь больше видеть. Отключаем все эффекты. Управление классическое и альтернативное. Эта настройка меняет кнопки R3 и круг местами. Получается, что ближний бой у вас теперь на кружок. Благодаря этому вы будете мобильнее на поле боя. Но можно оставить и стандарт, как у меня, так как это тоже удобно. Тут по вкусу, короче. Вибрации включить и отключить. Мне нравятся вибрации, я не отключаю. Но для более быстрой реакции советую отключить. Синса от 50 до 80. Самая оптимальная синса 50-55 для меня. Можете начать с нее и постепенно поднимать. 100 ставить не рекомендую, так как станет банально труднее попадать по врагам. Это позволит вам быстро реагировать на врага и перестреливать его. Помощь 100. Она тут очень лайтовая, так что сильно полагаться не стоит. Поэтому оставляем как есть. Чувствительность при ближении бойца. 55-80. Ускорение прицельное влево-вправо. Оставляем 50. Смещение по вертикали. Оставляем 48-80. Чувствительность прицелов при ближении. Х3. 120. Этот прицел используется на стингере. Чтобы успевать за быстро идущим вертолетом, выставляем такое значение. Так вы сможете лучше наводиться. Центральная мертвая зона 13. Остальное и осевая не трогать. Кнопки L2, R2. Мертвая зона 0. Порог срабатывания 5. Быстрее будете стрелять. Прицел цвета, настройки как хотите. Также не забываем обязательно включить видимость показателя урона. Как из предыдущих баттлфилдов. Переставим большой. Это поможет вам видеть сколько вы урона наносите технике и врагам. В том числе даже по цветам. Вот собственно и все настройки, которые помогут вам нагибать баттлфилд 2042 на геймпаде. Спасибо огромнейшее за просмотр. Спасибо за поддержку в прошлом видео. И тем самым вы замотивировали меня делать дальше контент и развиваться. Мне очень приятно. Вы классные. Не забывай ставить лайк и подписываться на канал. А также напиши в комменты как тебе эти настройки и на чем играешь в баттлу. С вами был Гар. Всем пока.